Здравствуйте, дорогие друзья! В своём сегодняшнем видео я хочу рассказать вам о том, как бороться с земляничным клещом на земклунике. В прошлом году, 2021 года, лето было очень жарким и засушливым. И все, очень многие недоумевали, что же случилось с земклуникой. Это замечательный гибрид земляники и клубники, который даёт потрясающий урожай, очень сладких и душистых ягод. По урожайности, пожалуй, она превосходит все сорта крупноплодной земляники. И вот в прошлом году эта беда постигла и меня. Как проявляется земляничный клещ? Когда кусты заражаются земляничным клещом, то куст становится низким. В основании куста, в точке роста, мне показать нечего. Сейчас у меня кусты здоровые. Молодые листочки становятся бледными, непокорёженными, искривлёнными. А ягоды поражённого куста становятся коричневыми и сухими. В прошлом году нам практически не удалось полакомиться земклуникой, потому что вот эта жаркая, засушливая погода, которую и так любит клещ, испортила все кусты. Как же я с ней боролась! Очень люблю земклунику, поэтому приложила все усилия для того, чтобы спасти свою любимую ягоду. И вот, пожалуйста, посмотрите, каков итог. В этом году земклуника радует просто небывалым урожаем. Что же я сделала? Поражённые кусты я тщательно вычистила. Убрала все поражённые цветоносы и ягоды. И так как немного оставалось целых ягод, а уж очень хотелось ими полакомиться, то борьбу решила начать с препаратов биологического. Жара стояла очень сильная. Биологические препараты как раз очень хорошо действуют в то время, когда жарко. И я использовала фитоверм. Фитоверм я взяла в очень сильной концентрации. Это практически получилось у меня 10 мл фитоверма вот этого препарата на 1 литр воды. На эту грядочку мне 1 литра воды хватило. Я провела 3 обработки фитовермом через 7-10 дней примерно. В это же время, когда я проводила обработки, я клубнику постоянно поливала, чтобы она не была сухой. Плещ не любит влажную почву. И обязательно сразу же, как только я вычистила её от всех вредоносных ягод поражённых, и листьев, я обложила её перегноем. Прорыхлила и обнажила перегноем. Убранные поражённые остатки я все положила в чёрный плотный полиэтиленовый пакет, в котором завязала эту всю массу и оставила на солнце. В результате там, конечно, никакого клеща не осталось. Ну и когда прошло время плодоношения, конечно, мы уже просто ели единичные ягодки, так, немножко себя баловали только, то ближе к осени я провела стандартные обработки. То есть, чтобы в будущем году был высокий урожай, два раза подкормила монофосфатом калия. И уже где-то в конце сентября провела химическую обработку ещё, для того, чтобы окончательно добить все остатки клеща. То есть, делаю я это, как правило, препаратами на основе имидоклоприда. Я, в частности, взяла 2 мл препарата Карада в баковой смеси с препаратом хлорокис меди, хом. На 10 литров воды хома берётся 40 г. И 2 мл. вот Карада, Караген. Очень много препаратов на основе имидоклоприда. Они очень хорошо помогают. И весной, когда моя земклуника проснулась, я тоже сразу же её обработала снова химическими препаратами. К сожалению, если мы хотим получать урожай, то без химических препаратов с земельничным клещом не обойтись. Фитоверм, конечно, мне очень помог при высокой температуре. Но, тем не менее, всё-таки ранней весной и поздней осенью химическими препаратами приходится обрабатывать. В результате моей труды увенчались успехом. Огромные ягоды от 4 до 5 см размером, душистая земклуника купчиха. Я вам скажу, это ягода, которую стоит завести у себя в саду. Я купила всего 2 кустика. Она прекрасно даёт усы. Купила в садовом магазине. И сейчас у меня уже 2 грядки. В прошлом году от больных кустов после обработок я сумела укоренить в стаканчиках и набрала усов достаточно для того, чтобы заложить вот ещё одну грядку. Опять уже образовались усы, хотя я уже их обрывала. И она тоже уже плодоносит. Очень крупные, очень сладкие. Замечательные абсолютно ягоды. Вообще весь куст увешан. Весь куст, если посмотреть, просто все подряд. Причём кажется, что так густо на самом деле куста с куста посажен на расстоянии 40 сантиметров. Но кусты настолько мощные, так много на них цветоносок. Практически цветоносок держит куст. Вот посмотрите. Держит очень крупные ягоды. И это особенность земклуники. Эта, есть же ведь земклуника очень мелкая. Вот, всё увешано ягодами. Я надеюсь, что смогу обеспечить выход всей ягоды довольно крупными. Буду поливать. Она не склонна к серой гнили, но тем не менее всё-таки бывает. Но поливать сейчас надо строго в середину куста. Никаких абсолютно опрыскиваний каких-то, для того, чтобы развивалась серая гниль. Ну и подкормки. Подкормки всё-таки нужны какими-то гуматиками. Вот, немножко буду подкармливать, потому что такую массу ягод, которую завязала моя кубчиха, надо и выкормить. Огромная масса ягод. Вот и всё, дорогие друзья. Выращивайте земклунику кубчиха. Те мероприятия, которые я провела, и которые помогли мне оздоровить мой ягодник, можно применить естественно и на крупноплодной землянике тоже. Всего вам доброго. Я буду рада встрече новым с вами на своём канале. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и заглядывайте на мой канал. Будьте здоровы и всего вам наилучшего!